то госпожа Меркель из политики не уходит. В личных переговорах, глаза в глаза, да ничего, только Кулебовы. То есть Эрдоган ждет, пока развалится Россия? Эрдоган готов в этом плане на все. Мощнейший держав, который будет гораздо мощнее, чем Россия. Чем мы занимались? Спросите господин президенту своих придурков. Вот мы такая страна, которая веселит мирно, нас показывает пальцем. Всем доброго времени суток, это Политека Онлайн. Я Александр Шелест и поговорим в ближайшие несколько десятков минут вместе с народным депутатом шестого созыва Кириллом Куликовым. Здравствуйте. И вам добрый день. Рад вас видеть. Сегодня очень насыщенная повестка дня. Отдельно международный ее аспект. Путин, Эрдоган, Сочи. Встреча и обсуждение судеб, ну если не целого мира, то очень серьезных и насущных проблем Закавказья и Ближнего Востока. Как вы считаете, насколько Украина, вот ее состояние сегодняшнее, может получить то ли выгоду, то ли наоборот большие проблемы из-за того, что сейчас звучат, ну такие, знаете, речи примирения, сложного диалога и компромисса двух этих лидеров? Огромное спасибо, что пригласили и огромное спасибо за компетентный вопрос. Он достаточно грамотный, вы очень грамотно начали, но тут как у Булгакова в беге, знаете, когда генерал Хлудов говорил солдатам Тропининым, он говорил, хорошо начал, солдат плохо кончил. Проблема состоит в том, что это нормально, мы с вами живем в Украине, мы с вами Украиноцентричны, и мы все с вами события наблюдаем через призму Украины, и это правильно, потому что половина наших государственных деятелей наблюдает эти события через призму выгоды это одному или другому государству, которое не является, к сожалению, государством Украины. Ну вот, например, возьмем там Милованов, который живет у нас большинство времени в Соединенных Штатах Америки, но зато является у нас этим. Или там Кличко, который у нас агитирует. Ну, конечно, ему благодарен Ланшет за агитацию на выборах, что он пролетел, да, со своей партией впервые там за 20 лет. Виталька это символ удачи, но тем не менее. Так вот, о чем я хотел сказать, что проблема Турции на сегодняшний день гораздо более глобальна, чем мы ее можем рассматривать с точки зрения здесь, внутриукраинской. Давайте начнем с недалекого будущего. Это с недавней войны армяно-азербайджанской, которая была в Нагорном Карабахе. Армяне будут говорить, что это война Степана Керта с Азербайджаном и Турцией. Азербайджан будет говорить, что это война с Арменией. Тем не менее, факт остается фактом. На сегодняшний день два лидера, двух абсолютно динамичных, абсолютно быстро развивающихся государств присутствовали на параде и принимали парад войск в честь победы азербайджанских, я потом объясню, почему в кавычках, войск в Армении. И Эрдоган сказал фразу достаточно правильно. Два государства, один народ. И вот тут это очень серьезная проблема геополитического видения. После этого происходит подписание. Господин президент Турции и Ильхам Алиев, президент Азербайджана, едет в Шушу, которая захвачена, освобождена азербайджанскими войсками, и там подписывают Шушинское соглашение. И вот если читать, я не буду долго вас грузить этим соглашением, там четко показано, что обе страны координируют не только свою внешнюю политику, оборонную политику, оборонные системы, коды, все остальное. По сути дела, это создание определенной формы, ну, чтобы нам было более понятно, это как-то вот российско-белорусский союз, да, который вот батька с Путиным, вот точно так же Эрдоган с Алиевым. Но этого мало. После этого в городе Баку проходит трехсторонний саммит глав Турции, Азербайджана и Пакистана, которые опять же подтверждают о создании определенных общих взглядов, развития совместного, проведения совместной внешней политики и так далее. Что происходит? Вот если просто ответить на вопрос, что сегодня происходит в мире, у нас строится великий Туран. Может быть, он построится не завтра. Турки очень не спешат, как и китайцы, то есть у них есть время. Но этот великий Туран, построение его началось еще с великого политика, который, в общем-то, стал таковым и сохранил Турцию на карте мира, и тот, с кем воюют на сегодняшний день, с памятью которого воюет Эрдоган, это Кемаль, это тюрк, который сказал, нам надо ждать развала Советского Союза. Вот Советский Союз развалится, и тогда опять вернется великая Турецкая империя. Ну, посмотрите, в России же территории практически от Казани, это все тюркские народы, а Казахстан... То есть Эрдоган ждет, пока развалится Россия? Нет, Эрдоган делает шаги уже по направлению создания. Советский Союз развалился. Да, они шли медленнее, чем, как бы казалось, возможно, но тем не менее, посмотрите, Азербайджан в орбите, Пакистан, это та страна, с которой, хочу сказать, там Талибан зря нарисовался именно в Пакистане, зря Пакистан рулит все этими событиями на сегодняшний день. Там есть Визаристан, это чисто провинция, куда Пакистан даже не входит, в которой правят талибы. Я хочу просто сказать, Россия осталась, и в развале России, кроме психически неуравновешенных, не заинтересован никто, никто не заинтересован, чтобы страна, которая имеет второе по значимости ядерное вооружение, распалась на 16, 20, 25 частей, где у каждого, скажем так, царька местного была своя ядерная ракета. Что с Крымом, Кирилл? А Крым тут вот вопрос у Турции, все, у них вопросов нет. Это очень важный вопрос. Песков, предваряя эту встречу на наивысшем уровне в Сочи, Путина и Эрдогана, о Крыме упоминаться не будет. Ну и совпадение ли, что именно в этот день фактически пролетел первый Байрактар, который вытащили из-за Крамов и направился он через Николаевскую область? Ну правильно, я бы правильнее сказал, единственный Байрактар. Но суть состоит в том, что тут не надо ничего говорить ни Путину, ни Эрдогану. Между Путиным и Эрдоганом существуют определенные личные отношения, межличностные отношения двух сильных лидеров. Двух сильных лидеров, которые друг друга уважают. Но только мне кажется, что тут Владимир Владимирович больше верит Эрдогану. А вот у Эрдогана политика совершенно... Я могу сказать все, что угодно. Я буду поступать в соответствии с намеченной линией. В отношении Крыма Эрдоган высказал свою позицию четко на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенного НАТО. Крым никогда не будет признан российским. Он не сказал, что Крым будет признан украинским. Вы ставите здесь акцент. Есть Куйчук, Кайнажирский мирный договор, подписанный еще при пристанной памяти ее великой царице Екатерине II. Когда Крым отошел в состав Российской империи, там четко сказано, при случае уничтожения и развалия Российской империи, Крым возвращается обратно в Турецкую империю. Вот, в общем-то, и ничего не менялось. Никаких дополнений, этих поправок и так далее в офис этого договора не носилось. Возникает вопрос, как его реализовать и на что готов Эрдоган? На все. Эрдоган готов в этом плане на все. Эрдоган готов к увеличению оборонной мощности страны. Поймите, если вот эти все страны, Азербайджан, Турция, Пакистан, посмотрите, что происходит в сирийском Идлибе. Все сливаются, как турки использовали в армяно-азербайджанской войне наемников из Сирии и так далее. То есть, на глазах у России без четкого анализа России этой ситуации происходит, по сути дела, создание мощнейшей директора, которая будет гораздо мощнее, чем Россия. Может, потребуется 10 лет, а может, 20 лет. Но конфликт между этими странами неизбежен. Мы видели вспышки этих конфликтов, сбитые российские самолеты и так далее, но он неизбежен. Нам, правда, радоваться нечем. Нас, знаете, нам все равно, как будет нам все равно. Что происходит с нашими отношениями, камнем преткновения, которых является тот самый турецкий поток? Я имею в виду венгров, заявления Кулебы. Некоторые эксперты называют их истерическими. Я бы идиотическими их назвал. Вы так думаете. Как нам здесь быть? Потому что, на самом деле, одномоментная утрата приличного количества тысяч кубометров в нашей трубе – это очень серьезный удар по кошелькам. Коллега, мы, во-первых, вы абсолютно опять правильно и благодарю вас отметили, что турецкий поток, южный поток для нас является наиболее опасным. Потому что это именно те объемы, которые должны идти с Украины гораздо менее опасны. Потому что это потребители Украины, по сути, страны Южной Европы, нежели Северный поток-2, который к Украине так и так шел. То есть ничего сложного в этом нет. Но пока бы я не пугался, посмотрите цены на газ, посмотрите, какая потребность у Европы. Почему она возникла? Она же не просто так возникла, потому что мы с вами сегодня встретились и решили это обсудить. Она возникла объективно, потому что в Европе существует зеленая политика. Германия, локомотив этого Евросоюза выводит до 30-го года все мощности. Атомные, угольные, все остальное. Газ является единственным углеводородом, который будет использован. Все остальное, ветряные мельницы, солнечные батареи, которые, в общем, ничего не дают. И поэтому потребности в газе, не надо пугаться, были, есть, будут оставаться. Европа будет потреблять газа больше. И никуда никто не дает. Другой вопрос. Как мы с вами, как люди, которые считают себя гражданами, я слово гражданин отношусь, с большим пиететом к этому отношусь. Наши страны должны использовать это. Но когда в стране самые большие хранилища газа, построенные не этой страной, построенные, конечно, вот этой оккупационной властью, которая нас там постоянно насиловала, самые крупные хранилища нефти, когда нефть падает до отрицательного уровня, что доплачивают за хранение, почему нам тогда не было закачать нефть? Почему, когда газ стоил копейки, почему нам не закачать было газ? Чем мы занимались? Спросите господин президенту своих придурков, которые занимаются вашим нефтегазом, прочей компанией, мамам отправляют деньги в Соединенные Штаты Америки, чтобы они там жили безбедно. Вот у этих негодяев спросите. И спросите у каждого гражданина, что он хочет сделать после этого с этими ребятами, которые... Николы Знову и Украина, энергонезрительная страна. Вы думаете, что президента обманывают или он обманываться рад? Вы понимаете, я ни то, ни другое не думаю, потому что мне сложно говорить о том, что думает президент Зеленский. К сожалению, я понимаю, что после президента Зеленского только хуже, а с другой стороны, я прекрасно понимаю то, что Владимир Александрович делает огромное количество ошибок. Если делает ошибок, то почему только хуже после Зеленского? Ну, а кто, посмотрите, а кто, если не он, то кто? Притула заявил о том, что партию будет создавать. Прекрасно. Представляете, диалог господина Притулы и господина, ну, возьмем там, я не знаю, самого простого там, кого там, господина Лукашенко. Вот хотя бы Лукашенко. Просто Путин и Эрнеган сегодня отвечают. Нет, для Путина мы оставим Виталия Владимировича Кличко, чтобы, ну, хотя бы президент России поржал хоть бы. Вы представляете вот эту вот беседу? Двоечка в голову. Проблема в том, что у Зеленского нет шансов. Он загнал себя или его помощники. Да, он сам себя загоняет в угол, и он постоянно отрубает, поджигает за собой мосты. Зачем украинцам сейчас говорить, что Украина все делает, и мы Россию загоним в угол, в правильное направление, из позиции силы будем говорить? Мы же, я же с вашей, с вашего позволения трактовал эти события, точнее, высказывания человека в соответствии с его психиатричным состоянием. То есть это же не оскорбление, это просто диагноз. Ну, что делать? Если у нас такой министр иностранных дел, ну, с таким диагнозом, ну, наверное, удобно, но чего? У нас были там люди, спикерами, которые не выговаривали из 32 букв 30. Ну, нормально. Вот мы такая страна, которая веселит мирно, нас показывают пальцем, причем везде, со всех сторон. Белорусы, русские, европейцы говорят, голландцы говорят, вот посмотрите, если будете плохо себя вести, у вас будет так, как у Украины. Как вы думаете, насколько, ну, вот этот процесс, вот когда-то же встреча должна состояться Путина и Зеленского? Вот, не знаю, под тем же лекалом, что сегодня Эрдоган и Путин в Сочи. Сегодня очень примечательный день, потому что Путин вышел из самоизоляции, и, ну, много, многие мировые СМИ на это так же обращают внимание. Но вот мы не продуцируем никакую повестку, чтобы сели два лидера двух государств и обсудили, ну, по крайней мере, какой-то кусок, важный кусок двухсторонних отношений. И с Россией почему-то мы видим сигналы о том, что, ну, мол, ребята, вот Газпром, прямые поставки, мы готовы, мы не отказываемся. Украина занимает абсолютно другую позицию. Почему? Опять огромное вам спасибо за компетентный вопрос и абсолютно правильный подход. Любые конфликты должны решаться за столом приговоров. Не было в мире ни одного конфликта, который бы решался. Ну, да, конечно, можно там это вот поднять булаву и дать по голове своему собеседнику. Это, конечно, замечательная ситуация, но мы, что, в общем-то, Украина основатель Организации Объединенных Наций, там, где в преамбуле записано, что мы, народы мира, устали от войны. Мы хотим мира, мы хотим мирным путем решать эти вопросы. Зеленский критикует ООН. ООН критикует не только Зеленский, он критикует все ООН. Он и правильно Зеленский критикует, но, тем не менее, каждая дает должное ООН, понимая, что мир несколько раз стоял на грани самоуничтожения. И, тем не менее, благодаря все-таки тому, что лидеры нашли в себе мужество договариваться между собой, мы с вами живем. Поэтому критиковал ее достаточно системно Лавров, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский абсолютно правильно критиковал. Да, потому что эта организация на сегодняшний день не выполняет своих основных функций. Она неактивна. Она погрязла в бюрократии. Ты приходишь, костюм дорогой, паспорт голубой, дорогая квартира в Нью-Йорке, билеты бизнес-класса. Что еще нужно? И вот такой аппарат, раздутый тысячи-тысячи человек. Да, нужно то, чтобы организация объединенных наций вернулась в тот формат, когда в последний раз голубые береты наводили мир, там, Суэцкий кризис, прочий. И когда организация объединенных наций была той площадкой, когда люди находили взаимоотношения, невзирая на то, что, например, Никита Сергеевич Хрущев мог снять ботинок, постучать не по Питру, правда, а он сидел просто в зале, там, история сложная, с трибуны он не стучал, тем не менее, назвать какого-то там лидера Индонезии, там, американским халуем и все остальное, но, тем не менее, это форум, там, где люди говорят между собой. Слава богу, они еще не посмотрели украинский парламент, там, лидер в державу не вскакивает и не выносит с трибуны лидера оппонента. Но, тем не менее, вот это происходит. И, что я хочу сказать, обязательно Владимир Александрович должен сесть за стол переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным. И Владимир Александрович показал, что он может это сделать. Я стоял в эфире у госпожи Скобеевой, и они друг друга, ну, то есть, вы же знаете, как идут эти эфиры, пытались Зеленского оскорблять. Я не могу сказать, что я там влюблен в Зеленского или нет, но он институт мой. Я гражданин Украины, и это мой президент. Я не люблю, когда при мне оскорбляют моего президента. Да, в моей стране с вами я буду его критиковать, но никогда я нахожусь где-либо в другом месте и не позволю неуважительно относиться к президенту, как бы ни было, к другой стране. Заслуживает уважения, ваша позиция. И вот Скобеевой приносит дуг неожиданно, такой маленький листок бумаги. Состоялся разговор между Зеленским и Путиным. Зеленский позвонил Путиным. И помните, сколько позитивных шагов было сделано. Почему же мы это не делаем сейчас? Вопрос, навряд ли, риторический, потому что, сидя за столом с Путиным, ну, Кулебу... Ну, Кулеба не пустят, не то что за стол, его не пустят к Шелдбаму, но... Ну, тем не менее, кто еще там может быть? Потому что, ну, мы видим, как... Ну, должен быть Ермак, потому что он помощник президента. Это фотография, да, это фотография, это очень важно. Нет, я все-таки, кто еще там должен быть? Потому что Путин, Эрдоган, вот сегодня, мы точно так же получим какие-то результаты. Какие-то результаты для мировой политики. Мы думали, что Меркель или Макрон нам будут очень классными посредниками. А почему-то не случилось. Ну, давайте Макрона в этот ряд не ставить, потому что это был все-таки Оланд на тот момент, госпожа Меркель, как наша не очень компетентная власть считает, что она уходит из политики, и мы ее можем там, там, след в спину плевать. Я хочу сказать, что госпожа Меркель из политики не уходит. Она, наоборот, становится, она поднимается на Ариапага, она становится политиком, когда у нее развязаны руки, когда она может сесть в самолет и полететь куда угодно, не следуя государственному протоколу, и разрулить ни одну ситуацию, ни одну. Она тот человек, с которым будет говорить Путин, Зеленский, даже если она не будет на должности. Ким Чен Ын, кто угодно. Кто угодно, потому что ее, она уже есть, она уже большая. И с ней каждый будет считать своим, не только долгом, но и честью для себя поговорить. И она может решать очень серьезные конфликты, а такие медиаторы нужны. И вот единственное право, а кто у нас может посадить Зеленского за стол с Путиным? Мы разговариваем, у нас есть человек, который, обязательно должен быть человек, который должен находиться в самолете и прилетать туда, рассказывать одному, или там советнику президента, или второму, это должен быть коммуникатор. Кто у нас? Послов у нас нет. Переговорщики у нас был, когда-то Ермак с Козаком друг друга побили горшки, сивоху бросили на пол, все остальное, площадки нет. Какая у нас площадка вообще, та, которая кулуарная, там, где решается большинство, не на камеру решается большинство вопросов, а большинство вопросов решается все-таки в личных переговорах, глаза в глаза, кто у нас ведет переговоры, кроме как с телевизора, кроме как плевать в экран телевизора. Мы что-то еще делаем? Есть у нас? Мы понимаем, что происходит в России? Мы понимаем, какая Россия? Из кого она состоит? Какие там течения? Что там происходит? Да ничего, только кулеба. Вот это кулеба у нас, извините меня, выражение нашей общей оценки ситуации в России. Кулеба. Вы знаете, в Украине ситуация все-таки, да? Да, да, да. Нет, именно оценки России в Украине. Давайте про Украину, потому что, вот, а как мы можем наладить контакт, если вот такие выпады случаются, и мы не можем такой человеческий, культурный контакт найти, это скрин, публикация официальной страницы господина Муждабаева, где он очень гневно, очень гневно критикует организаторов концертов, продавцов билетов, концерт-юэй и карабас-ком, это ни в коем случае не реклама, это билетные операторы, за то, что 31 марта во Дворце спорта Артур Пирожков будет. Как вы думаете, вот при такой ненависти, при таких лидерах мнений и таких позициях, которые они высказывают, насколько вот после какого-то промежутка времени не то, что Зеленскому и Путину сесть за одним столом, а украинцу и русскому будет сложно найти общий язык? — Слушайте, я не знаю, кто такой Муджабаев, и мне так кажется, что особо на мое отношение к моим друзьям в России, даже если он там споет или станцует... — Вы точно знаете, кто такой Артур Пирожков? — Я тоже с большим трудом это знаю, потому что я небольшой поклонник. Я честно не знаю, простите, без лукавства. Мне неинтересно, но я просто считаю, что есть спорт, есть культура. Вот они должны быть вне политики. И тут должен быть образчиком человек, который сделал... Вот за последние годы там унижения принес нам огромную гордость, то, что я украинец. Вот спасибо Усику за то, что он сделал нас немножко счастливей. Вот каждого чуть-чуть, пусть это кто-то не занимается. Он сделал нас о том, что о нас говорят хорошо, позитивно в мире. — Нас счастливее, а телеканал «Российский РНТВ» — богаче. — Смотрибельнее. — Да, смотрибельнее. И кроме того, единственное, что он сделает нас еще счастливее, если он не пойдет в политику. А то мы знаем одного великого спортсмена и абсолютно дешевого политика. Поэтому если он останется таким, какой он есть. Так вот, мне кажется, что когда наши спортсмены побеждают на Олимпиаде и обнимаются с их оппонентами из России, я не знаю, из Южной Кореи, Северной Кореи или еще откуда, это спорт. Это люди, которые всю жизнь отдали спорту. И люди с уважением относятся к своим соперникам спортивным. Не врагам, а соперникам. И это правильно. И вот эти все попытки, я же слышал, до этого были попытки о том, что мы должны прекратить общение с родственниками, друзьями и так далее, если они живут в России. Это было предведущим, так сказать, президенте. И все остальное. Президенты поменяются. Друзья у меня останутся. Вы вспомнили Усика. Конечно, глупо было бы не вспомнить и не зацитировать его слова. Особенно то, что касается ответа на вопрос о родных и близких, которые у него в Крыму и поедет ли он в Крым. Давайте фрагмент посмотрим. Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой. Естественно, я хочу увидеть тренера, я хочу увидеть Кумавей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Показать тренеру пояса. Поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня. Научил защищаться, научил боксировать, научил размышлять, прощать перед тем, как бить. То есть просто сделал из мальчишки мужчину. Ну, это золотые слова. Научить прощать перед тем, как бить, это философия достаточно глубокая. Но у меня вопрос на поверхности. Вы видите, о чем мировая величина бокса Александр Усик говорит? О том, что он дождется, и в принципе эта новость разлетелась по всему миру, что он дождется поясов, которые к нему прибудут физически. И да, в Крым, к родным, к тем, с кем он начинал. Как вы к этому относитесь? И имеет ли право гражданин, такой непростой гражданин, такой непростой страны так поступить? И не обрушится ли на него очередная волна хейта и унижения? Здесь, в середине страны. Начнем с конца. Я думаю, что вот кому-кому, а Усику этот хейт, ну, как слону дробина. То есть он уже массу раз через это перехаживал, и от этого перешагивал. И от этого меньше Усиком он не стал. И от этого меньше позитива для Украины он не сделал. Вот. Это раз. Второе. А из-за того, что несколько людей делили деньги, делили границу, делили какие-то... Вопрос-то денег. Вообще вся политика вертится вокруг денег. И он должен бросить сестру свою? Я должен бросить своих друзей? Нет. То, что... У нас что, война? Петр Алексеевич в это время у нас занимался тем, что ему выборы нужны были для того, чтобы завести в парламент свою колонну. Он войну не объявлял, потому что ему денег надо было занять под все это дело. Ну, и разложить их правильно на панамских счетах. Войны у нас нет. Так что у нас с Крымом? Проблема? Крым проблема, мне кажется, и ко мне относятся. Крым больше проблема для России, чем нам. Потому что мы Крымом не занимались никогда. Никогда. Украина занималась в Крыму только тем, что мы грабили земли, строили на них особняки, делили их. А татар крымских, которых мы неожиданно возлюбили, гоняла полиция. Вы не помните за самозахваты, как это все происходило? Тут мы возлюбили наш братский крымско-татарский народ неожиданно. Которых у нас тут осталось 4-5 татар ходит, крымских татар, по Украине. Все остальные татары в Крыму. Что-то я не слышал особо о том, что они чувствуют себя униженными и оскорбленными. А как же репрессии российских. Ну, репрессии они, конечно, тут не без этого. Но только начиная с каждого участкового, который находится в районах, заселенным крымскими татарами, и заканчивая главной администрацией, все крымские татары. Конечно, Россия агрессор, тут я не согласен, и диктаторы, и все остальное. Но этот агрессор вложил колоссальные деньги в восстановление дорог, которые Украина получила от Советского Союза, не вложила ни рубля, ни гривни, ни доллара. Восстановление этих дорог. Построил им мост, который просто соединяет людей. Может, это, конечно, неправильно, но людям было очень неудобно ездить тогда. Сделали инфраструктуру, работали на... Это забирает, конечно, деньги со стороны материковой России. С тех людей, которые работали, пенсионеров с Урала, с Екатеринбурга и так далее. Я понимаю, что те, которые там нас с вами послушают, будут кричать, не важно, главное, хоть камни с неба, главное, Крым с нами. Тем, которые за Уралом, им плевать, Крым с ними или не с ними. Они бы и так ездили в Крым. Крымчанам лучше. И понятно, что 90% крымчан сегодня скажут, что они не хотят изменений. У них выше пенсии, у них выше зарплаты, у них лучший уровень жизни и так далее. Но для России этот вопрос не решится никогда. Крым – это та территория, которая была незаконным путем. Если мы смотрим документы Организации Объединенных Наций, отторгнутые от Украины. Это все равно будет для России. На сегодняшний день Россия – это та страна, у которой нет границ. Они не установлены. В этом вся проблема. У России столько проблем. Конечно, нам скажут, что у нас… Да, мы живем постоянно, мы живем в этой стрессе проблем. По-моему, с 2014 года, я думаю, с Януковича. Вот мы живем в этой стрессе. В России поспокойнее. Но у России сейчас образовалась проблема в подбрюшье. Так называемая проблема с талибами. Там Таджикистан, там Узбекистан. А это прямо у России. У России образовалась проблема с Турцией. Вот мы видим, что Путин не зря встречается. И это колоссальная проблема, которая… И у России есть проблема с Крымом. Если бы Россия не поступила таким образом с Крымом, она бы имела, во всяком случае, очень сложным было бы преломить и на этом паразитировать, что русские у нас отобрали Крым. Была дружественная страна Украины. Забрав Крым, Россия создала себе врага. И это плохо. Что может остановить Усика, чтобы не везти пояса в Крым? Ну, я не знаю. Он его чудак двухметровый под 150 килограмм не остановил. Что может установить? У нас даже через границу грузинский узник прорывается, Михоса Акашвили, и ничего. А Усика кто остановит? Я вас умоляю. Как вы думаете, по моим ощущениям, еще одна спортивная сенсация. Так повелось, что мы с вами немножко ушли в спортивную тематику. Но и вот эта спортивная тематика, она цепляется за тот уклад жизни, в котором мы с вами живем, в этой стране, в Украине. Верни Дуб, экс-тренер Луганской, Зари, сейчас там Скрипник, вместе с Шерифом, это футбольная команда Приднестровья, творит чудеса. Шахтер проиграл этой команде. И вот Мадридский Реал. И вы знаете, у футбольного сообщества, тех людей, от кого я знаю, они очень с сожалением, конечно, с радостью за украинского тренера, за луганского тренера смотрят на эти победы, но с сожалением, потому что команды играют не в своих городах, здесь, и Заря, и Шахтер. Примирение такого реального мы не видим, и конца, и края не видим обострением, которые перманентно всплывают, и кроме обострения, это еще и жертвы, конечно же. И не видим путей возврата неподконтрольных территорий. Мы не видим от власти также предложений. Хотя тот же Кулеба, о котором вы очень красноречиво высказались ранее. Я просто думал, знаете, что... Он говорит, что они есть. Вот они есть, но их не показывают. Хуже, чем Климкин. Ну, больше природа ни на чем не отдохнула. Все-таки Кулеба открывает новые истории, новые страницы в науке и антропологии. Поэтому благодарен Кулебам. Ну, хотя бы что-то, вид, что... Я думал, что, конечно, уровень примитивизма... И все же, как... Отвечая на ваш вопрос... Как их возвращать? Никак. Мы не вернем сейчас, потому что благодаря этим Кулебам там есть еще один забавный типаж резников. Их заявлением, что нам не нужны люди, которые там живут, а нам нужны территории, вот это бред. Нам нужно завоевывать эти души, этих людей. А завоевать мы с тем, что происходит на Украине, мы не можем. К сожалению, люди видят, вот что происходит у нас сейчас. Вот мы сегодня с вами беседуем. У нас сегодня, не у нас, я думаю, у всего мира, самая трагическая годовщина. 80 лет назад начался расстрел евреев в Бабьем Яру. Начался расстрел не евреев, а вот начался расстрел киевлян. Вот тех людей, с которыми мы с вами живем. Я учился в классе, у меня было половина евреев, сейчас они живут по всему миру. Я никогда не понимал разницу, я не пойму. У меня половина... Я учился в центральной школе города Киева, у меня половина учителей было евреями. Это не евреи, не русские, это киевляне. Вот пришли негодяи, которые расстреливали людей только за то, что они были евреями. Вот глубину это попробуйте понять. А мы живем в той стране, где у нас проходят фашистские марши. Где у нас делать татуировку свастики, это нормально. Где у нас намалевать свастику на стене офиса президента, это ничего. Где у нас зигуют 1 января Бандера-Приде, порядок на Веде. Где у нас фашистским коллаборантам воздвигаются памятники. Мы живем в той стране, в которой, слава Богу, что умерли мои деды. И поэтому тех людей, которые в Донецке, мы таким образом никогда не вернем. Мы должны их возвращать. А, делая Петину церковь, да? Делая, когда государство влазит в абсолютно несвойственный вопрос. Мы историю, посмотрите, что было с опалячиванием, от чего появилась вот эта Сич, от чего появился Богдан Камиль. Вся вот эта история, посмотрите. Зачем наступать на те же грабли? Но все равно. И поэтому то, что смотрят как на нас в Донецке, то это, конечно, вряд ли нас когда-либо померя. А с другой стороны, слушайте, ну это же депрессивный регион, где Донецк. Ну а какой он? Работы нет. Где работать? На шахте? А куда этот уголь поставлять? Контрабанды в Украину? Его поставляют. Кто-то на этом зарабатывает. Но отнюдь не те люди, которые живут в Донецке. Молодежь должна уезжать в Россию, наработать. Потому что в другую, в Донецкой пропиской она не уедет там, никуда не попадут эти люди. Украинский паспорт им надо сохранять, не менять народ. В общем, колоссальные проблемы создали людям там. Если мы хотим вернуть эти территории, так называемые, мы должны решить, самое главное, посадить вот эту нормандскую четверку, туда еще всех, кто поучаствовал в этом деле, и сказать, ребята, для того, чтобы этот вопрос решить, русские, украина, американцы, немцы и все остальные должны скинуться. И мы должны там создать фонд под эгидой организации бюджетных наций, чтобы мы его не успели разворовать. И вкладывать это в Донецк, в развитие, в создание высокотехнологичных отраслей промышленности, закрытие этих шахт, которые приведут к техногенным катастрофам и вели. Вопрос, есть ли у нас на это средства? А средства, я думаю, что средства вот в этом плане Зеленский духовитый. Как он говорил с трибуны Организации Бюджетных Наций, пусть всех собирают и говорят, ребята, все поучаствовали, все на этом заработали, на этой войне. А мы тем временем будем продавать тюрьмы. Денис Малюська, министр, увлековал в публикацию с прайсом, с ценником. Напоминаю старый... Вот эта публикация, заходи и живи. Ну, вот так шутят. Ну, что я могу сделать? Ну, Малюська. Кулеба, Малюська. Я вспоминаю, что когда-то при товарища Порошенко, когда мы брали грузинских легионеров, замминистром юстиции в Украине, был Ибанаидзе. Ну, а что делать? Я же ничего плохого не сказал. Фамилия такая у человека. Я благодарю вас, Кирилл, за то, что вы были сегодня здесь, за то, что мы пообщались. И буду благодарен каждому из вас за ваш лайк, комментарий или дизлайк. В общем, не проходите мимо Политеки Онлайн. Я Александр Шелест. Еще увидимся.